Конгресс, на котором мы сегодня присутствуем, это очень интересное и значимое мероприятие для косметологов, классических хирургов не только Москвы, но и России. Потому что здесь контингент слушателей, естественно, превышает именно только Московский регион. И общаясь здесь с врачами, встречаясь, я увидела очень много знакомых лиц. И радостно, что в том числе приезжают гости из-за рубежа, очень много делегаций из Армении, Грузии и других стран. И это на самом деле подтверждает статус Конгресса. Считаю, что пластическая хирургия – это одна из таких универсальных видов профессии хирургии. И думаю, что сегодняшний форум, он как раз и показ то, что это очень актуальное направление. В основном носит для меня такой общий ознакомительный характер. Какие-то, может быть, новости появляются, что касаемо инструментов. Для меня это возможность пополнить запас износившихся инструментов, чтобы не делать заказы напрямую. Большую признательность оргкомитету за создание такой возможности площадки, где встречаются, учатся, обмениваются опытом. И дуэт косметологов и пластических хирургов нам просто необходим. В этот раз он был юбилейным и активно продвигает новейшие технологии в области как пластической хирургии, так и косметологии. И демонстрирует огромный-огромный интерес для специалистов. Мы уже заметили вчера, что даже самые утренние часы, коридоры, выставки и все залы были абсолютно полные. Не было сидячих мест. Люди стоят, люди слушают. Отзывы самые активные и самые положительные о программе, о докладчиках, о самой насыщенности мероприятий. И поэтому я очень рада, что нам удается из года в год повышать и уровень докладов, и насыщенность программы, которая позволяет охватить все сферы наших интересов как в пластической хирургии, так и в косметологии. Выслушал много блестящих докладов. Очень приятно, что на этой конференции участвуют и иностранные коллеги, очень известные люди, с которыми я встречался в Париже, в Нью-Йорке и также в Милане и других городах. Национальный конгресс – это уже конгресс традиционный. По сути, он подводит определенный итог уходящего года, календарного. То есть очередной пятый по счету постоянно прогрессирует. То есть и научная информация, наполнение секций, докладов постоянно усложняется, постоянно появляется какая-то новая информация.